В конце 19 века модные тенденции в Европе диктовал парижский дом кутюр, а уже в 1910 году, там же в Париже, открылся дом моды Шанель. Женщины всех стран хотели походить на француженок и воплотить их образы в своем гардеробе, а помогали им в этом журналы, например, La Vie Eureuse. Увидеть французские журналы мод из книжной коллекции князей Паскевичей можно в областной библиотеке имени Ленина. Выставка «Я. Сама. Мода» отражает увлечение француженок на рубеже веков, моду рукоделия и чтения. Так, например, среди экспонатов есть миниатюрные книги, которые дамы брали с собой на прогулку. Дополнили экспозицию вышивки авторства Юрия Гончарова и открытки с изображением сцен романтических свиданий. В картинной галереи Гаврила Ващенко открылась выставка «Румыния». 100 фотосдымков до 100 годия Великого Объединения. Снимки рассказывают о культурно-исторических, природных и архитектурных достопримечательностях Румынии из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографиях запечатлены средневековые замки, монастыри, деревянные церкви, памятники Бухареста, Сибию, Брашева и других румынских городов, а также захватывающие виды Карпатских гор и дельты Дуная. В Гомеле прошел четвертый областной конкурс песни на иностранном языке «Вокалфест». Организатор творческого состязания – колледж искусств имени Соколовского. Вокальные таланты на фесте демонстрировали сольные исполнители и ансамбли. По условиям конкурса участники выбирали одно произведение любого жанра на иностранном языке. Самым популярным был английский. Со сцены звучали хиты Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон, Битлз и других звезд. Всего более 60 сценических номеров. Победители выбирали в двух группах и возрастных категориях. Губельский городской молодежный театр готовит к премьеру спектакля «Повятовый лекар» по рассказу Франца Кавки. Накануне постановки зрители пригласили на беседу с режиссером-постановщиком спектакля Юрой Деваковым и Ириной Герасимович, которая совместно с Давидом Потоцким перевела произведение с немецкого на белорусский язык. По сюжету главного героя, сельского доктора, посреди ночи вызывают к ребенку. Врач сомневается, стоит ли ехать за 10 миль в непогоду к пациенту, который может и не быть больным. Однако у мужчины не остается выбора. Премьерные показы пройдут 22, 23 и 30 марта. Далее расскажем о культурных событиях следующей недели. В общественно-культурном центре пройдет спектакль «Вражда». Он расскажет о жизни двух великих актрис золотого века Голливуда. Их молодость осталась в прошлом, и они решают объединиться, чтобы снять свой последний лучший фильм. Главные роли в спектакле исполняют народная артистка России Елена Яковлева и заслуженная артистка России Татьяна Лютаева. В белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей выступит молодой белорусский гитарист-виртуоз Ярослав Макарич. Он исполнит музыку в стиле барокко, классицизма, а также фламенко и танго. Специальным гостем вечера станет гомельская группа «Васаби Джаз Бэнд». Слушателей ждет совместная импровизация в стиле джаз-фанк-латина. Гомельские городские оркестры представят проект «Ритмы планеты». Концертный оркестр под руководством Сергея Колупаха и солиста коллектива исполнят композиции более чем 15 стран мира. Этот вечер станет своеобразным музыкальным диалогом культур Востока и Запада. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Продолжение следует... Продолжение следует...